люблю новости белое вино и правозащитников говорит о себе журналист участник группы пусть и райт продюсер проекта snob и много-много-много чего еще ну и собственно один из героев видимо будущей думской компании рената давлет гильдеев привет привет и твой ученик чего не забывай да не то что не забывай об этом очень хорошо помню и очень любопытно говоря наблюдать и вообще когда ты первый раз встречаешь какую довольно большую группу детей и смотришь на них и думаешь кто кто из вас наверное ты 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 получается часто наоборот но про ты был понятно сразу но меня-то увидел в первый раз когда мне было 17 лет это было ровно пол моей жизни назад как как это неудивительно да на самом деле мне очень приятно давать тебе интервью ни одно интервью не давал с таким удовольствием потому что вообще обычно мы с тобой в обратных ролях выступаем это я брал всегда интервью и когда ты попросил об интервью я немножко и думал вау ничего себе вот сейчас наверное у меня все таки что-то получилось да но я на самом деле давно хотела потому что мне хочется кому-то сказать победителя ученика от побежденного учителя да это просто какая-то жизненная потребность то есть в этом ты пока еще не победил конечно нифига но так знаешь я так пристреливаю далеко не победил еще нет пристреливаюсь ты ли мой пушкин мальчик кудрявый как ты дошел до жизни такой тебя милонов назвал очень красивым словом содома дьявол да сказал это будет славная битва для меня эта фраза стала признанием того что он меня мыслит на равных значит я не просто какой-то мальчик рената с подворотня питерская это человек в котором он готов соревноваться и более того который он боится потому что если бы он не боялся он вообще ничего не говорил только игнорирование это единственное признание слабости соперника если он начинает про меня рассуждать значит он признает мою силу умный давай поговорим о твоих подворотнях алматинская подворотня московская подворотня пражская подворотня питерская подворотня ты в чьих будешь очень сложный вопрос важный вопрос я до сих пор ищу права приткнуться куда-то не штампом о прописке а и не жопой оголенной или в трусах а неким культурным кодом что ли внутренним сложно сказать потому что ренат маратович дали гильзеев это скорее про алмату вышел экономики и учеба оля романова скорее про москву мама которая из питера и у которой я живу и который я сбежал когда понял что я слабый и больше не знаю куда убедить это скорее про поиск дома это питер прага это про попытку уехать и не найти себя там и вернуться опять-таки слабым и после этого вернуться к маме сейчас наверное питер потому что когда максимально падаешь на дно как бы это грубо не звучало но когда ты максимально пытаешься найти для себя право на жизнь не находишь ты идешь к маме к родителям к семье к своим близким людям мама в петербурге от петербурге ровно поэтому тебе сейчас 33 34 34 35 34 с половиной мама мама в твоей жизни занимает очень много места во всяком случае то что видно в соцсетях ты мама и какие-то истории как мама приняла вообще твою жизнь твой камин аут например что она как она я я я вижу что все в порядке но ведь наверное это было не очень просто значит думаю что через борьбу через борьбу с собой через разговоры с собой потому что она не делится этим со своими подругами для меня грустным откровением в какой-то момент было когда я с ней поговорил об этом говорю мам ну вот ты же можешь обсудить например вот эту мою акцию со своей подружкой лучше и например да вот какие-то мои признания со своими друзьями с которыми ты проводишь время это она говорит нет я с ними об этом не говорю я тут и понимаю что это ее разговор только с собой потому что она дальше себя и дальше нашего дома дальше нашей кухни это не пропускает она делает все для того чтобы не было не страшно с ней об этом говорить честным быть с ней но дальше этого на основе не идет она максимально по отношению ко мне транслирует это принятие но транслировать это принятие дальше через ступеньку я же тяжело она к этому не готова ты мне сказал нам поговорить есть две проблемы сказал тебе я так испугалась думаю спит наверное мне не хватало все равно это слово типа мам привет агей я знаю что это понимала я знаю что тебе это беспокоит мне сейчас кажется что я не понимала я потом потом я потом когда вот мне сказал я начала это все анализировать назад слушай мы с тобой сидели в ресторанке минут это конечно как блоки но я сказал что ну что же делать то я тебя люблю ты известный и талантливый она гордится тобой она этим гордиться она очень много гордится она 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 безусловно гордится она считает что я еще что я звезда она гордится этим ей очень приятно знать про меня и ты знаешь в этом даже был момент у меня же сестра двойняшка и как то у нас был очень откровенный разговор с ней она говорит даже понимаю что всегда я была в твоей тени я никогда не думал и тут я поняла что она мне говорит мама уже всегда считала, что ты звезда и ты талантливая, а я просто как бы нормальная, обычная, естественная, сама по себе. Просто как все. А ты талантливый, ты особенный. Я понимаю, что вот это вот «ты особенные» — это то, что мама всегда, каждый день чувствовала по отношению ко мне, и иногда у меня получалось этому соответствовать. Сейчас я не думаю, что у меня получается. События последних недель показывают, что, наверное, что-то могу еще. Да, маму очень много всего обрушится, если ты дойдешь до конца, хотя бы до сбора подписей, до процесса регистрации. Это же такой поток говна польется, прежде всего на маму. Мы вчера с ней говорили об этом, она виделась на улице с соседкой, и соседка такая «А ты знаешь про своего сына?» Мама такая «А что?» Ну вот я видел, видим по какому-то региональному телевидению местному, питерскому, что-то про меня показали. Выборы, выборы... Кандидаты. О, Господи. В общем, кандидаты молодцы. Ну вот я посмотрела, и у меня есть много к тебе вопросов. Мама говорит «Задайте, я пока не могу, я, честно говоря, поставлюсь с вами это обсуждать», говорит эта соседка. И мама такая приходит домой, говорит «А что же ты там такого наговорила?» Говорит «Ну ты все знаешь». Почему вы Милонова выбрали в качестве такого спарринг-партнера? Ну потому что хочется выбрать какого-то яркого спарринг-партнера. Милонов у нас ассоциируется с такой мракобесной гомофобией. Я понимаю, что во многом, конечно, он вынужден играть эту роль, потому что я несколько раз общался с Милоновым лично. И как только ты увидишь, понимаешь, что вот образ Милонова политика и образ Милонова живого человека – это все две разные вещи. И она уже немножко так переживает, говорит «Я не хочу об этом говорить с знакомыми, с соседями, и это та вещь, которую она до конца пока еще не осознает. Я переживаю, что да, что будет тяжело». Я надеюсь, что сейчас получится ее высылать к сестре, сестра живет в Америке, чтобы она на пару месяцев уехала и просто была лишена всего этого информационного фона. Я очень хочу, чтобы она каким-то образом провела вот эти первые хотя бы пару месяцев потоков говна, которые палятся на меня и на нее, вне российских реалий и российской действительности. Но ты же понимаешь, что у тебя нет шансов никаких. Ты для чего это делаешь? Я это делаю для того, чтобы вслух говорить о вещах, о которых говорить не принято. То есть я живу в категории. Я являюсь представителем стигматизируемой категории. Я являюсь геем открытым. И я считаю, что в России открытые геи не могут вслух просто говорить о себе. Я гей, я такой, я человек. Я хочу вслух проговаривать проблемы гей-сообщества. Я хочу делать так, чтобы люди в России не стеснялись вот так вот, не хихикали в кулачок, а говорить про то, что они геи. Я хочу, чтобы это стало не моим отличием. Да, вот сейчас все пишут. Открытые геи баллотируются в Госдуму. Почему это меня бесит? Потому что не это важно. Я вот хочу этой компании доказать, что это не имеет никакого отношения к моим человеческим качествам, профессиональным качествам. Я хочу сделать так, чтобы люди перестали стесняться от того, что они являются геем, лесбиянками, бисексуалами, трансгендерными персонами и так далее, и так далее. А я хочу доказать, что можно, будучи геем, заниматься в том числе публичной политикой. И ничего не бояться. Не бояться никаких сливов, не бояться каких-то компрометирующих статей. Потому что не этого нужно бояться. Нужно бояться критики конструктивной. А это просто критика моих сексуальных предпочтений. Это не имеет никакого отношения ко мне как к человеку. Как к политику точно. Ты знаешь, будучи гетеросексуальной, я не могу тебя не спросить вот о чем. А, кстати, почему ты пьешь красное? У тебя же жизненная кредо белое. Потому что холодно. Знаешь, я вот сейчас лежу в кафе, в Питере, в чудовищную погоду, я замерз и попал в подград. Я думал, я хотел выпить белое, и ты правильно процитировала вот это. Да, я люблю белое вино, я люблю белое вино. Но мне стало так холодно, я сейчас как пристал, сейчас я закажу белое вино, мне становится еще холоднее, а потом я решил выпить красное. Вот вопрос. В Берлине есть ЛГБТ-музей, Швулис-музеум. И там, когда ты попадаешь, ты видишь огромное разнообразие человеческой природы, огромное разнообразие проявлений любви. Оно просто совсем зашкаливает. Очень много разнообразных способов, методов вообще проявлений любви человека к человеку. И этого разнообразия гораздо больше, чем у гетеросексуальных людей. И я даже иногда не всегда понимаю, что общего между, не знаю, геймедвидем и трансгердной девушкой. Это такие разные полюса. И, конечно, я хожу здесь на прайды, мне все это очень интересно, это веселые, замечательные люди, которые мне очень нравятся и так далее. Но я просто вижу, вижу, что это нас очень мало, и мы скучноваты в своих проявлениях. И мне кажется, нельзя сейчас говорить гетеро и гомо и ЛГБТ. Мир не так разделяется, вообще не так. Я совершенно согласен, мир разделяется не так. И вообще, в принципе, как только мы начинаем педалировать вот эту приставку гомо-гетеро-гей и что бы то ни было еще, мы искусственно все это пытаемся стандартизировать. Любая стандартизация – это попытка загнать в загон человека и навязать ему какие-то шаблонные правила, какие-то модели поведения, которые, конечно, его обязывают этим моделям соответствовать. Я же, когда это говорю, я скорее это не постулирую как активист. Я скорее отвечаю на постулирование таких правил игры, которые мне навязываются властью. Если бы власть не принимала дискриминационные законы по отношению к ЛГБТ-комьюнити, я бы не отвечал никаким образом на это. Это же меня заставляет соответствовать каким-то псевдообразом. Это же мне показывают меня в ролике, посвященном голосованию по поправкам Конституции, как человека, который манерным образом с подручкой в каком-то платье пытается усыновить мальчика в детском доме. Так вот она, твоя новая мама. Меня пытаются сделать так, чтобы сделать человеком соответствующим этому образу. Поэтому я вынужден на это отвечать. Когда мы говорим про бесконечное разнообразие, я с тобой согласен, что вообще прекрасный человек в собственном выборе. Я просто очень хочу, чтобы никто не лез в этот самый выбор. Но я буду его выпячивать тогда, когда власть сама лезет в этот мой выбор. Если у нас не будет законов, ограничивающих меня в правах, я не буду выходить с флагом. Потому что флаг нужен тогда, когда я должен показать свое право, этот флаг воткнуть во флагшток здания ФСБ. Если бы в этом ФСБ не сидели люди, которые пытаются сделать так, так что я буду стесняться собственной сексуальной ориентации, то я не буду этот флаг втыкивать, понимаешь? 7 октября, в день рождения Владимира Красного Солнышко, участники группы «Пусти Райт» вывесили радужную символику, ЛКБТ-символику, на здание ФСБ, Верховного суда, Министерства культуры и администрации президента. Еще было ОВД по Басманному району, всего 5 зданий, и у нас не получилось повесить на здание ОВД по Таганскому району. Ой, нет, Таганского суда, прости, вру. Должно было быть 6-е, но на Таганский суд повесить не удалось. Я участвовал, я, соответственно, был участником команды, которая водружала ЛКБТ-флаг на здании ФСБ на Лыбанке. Я превышу какие-то условия безопасности, если я спрошу тебя, как вы это сделали? Нет, мы это сделали легко, мы собрались, придумали, как это все организовать. Накануне проверяли пару дней, где находятся эти флагштоки. Встретились с утра, взяли флаги, кто-то переоделся в работников коммунальных служб, мы не переодевались, мы были первой группой, которая в 6.30 утра подошла к зданию ФСБ. Мы, так скажем, замаскировали флаги под отростки, такие, как дачники носят, отростки какие-то, саженцы. Мы спрятали эти флагштоки в такие черные пакеты, вот это саженцы, подошли к зданию ФСБ и просто наглым образом все туда воткнули, задокументировали и съебались. Ну, предварительно, соответственно, любая акция равно документации акции, то есть нет документации, нет акции. Конечно, задокументировали и обрадовались. Мы были первые, ФСБ самая сложная точка, потому что там же круглосуточное дежурство в Росгвардии. Кому-то повезло больше, например, девчонки Маши Лихнина, которая вешала около Минкульта, там еще супер, может быть, вы видели это видео, это абсолютно смешно, потому что они говорят, у нас приказуют управы. День рождения, выхоста, ухоста нет, я держу. Кто вас послал? Управо. Мы отправо. Ну, сказали день рождения Путина, сказали нужно украсть. Что украсть, что увешать? Уберите. Это согласовано с министерством? Да. Это все право согласовано. Конечно, нас управа послала. Снимите сейчас прямо, снимите флак. Нет, мы сейчас все предоставим вам, у нас как бы все начальникам. А его сейчас снимите. Мы не можем снять, у нас послали, как бы, что значит не может? Что значит не может снять? Документы мне присутствуют? У нас нет документов. Сейчас мы позовем старшего, мы просто выполняем свою работу. Я был очень доволен тем, как эта акция прошла, и какой-то медиа реакции тоже был очень доволен. Мне кажется, что она получилась, и она, конечно, получилась с точки зрения красоты картинки, потому что, конечно, акционизм – это про картинку. Ну, конечно, получилось круто. Вот это твое выдвижение, ну, пока не выдвижение, объявление о намерениях идти в Думу по одному округу с Милоновым. Я правильно понимаю, что это продолжение этой акции группы «Пуссерайт» с твоим участием на день рождения Путина, что это продолжение акционизма? Да, это абсолютно так. Это продолжение флага. То есть, на самом деле, мое заявление и избирательная кампания – это тоже флаг. Это флаг, который я хочу повесить вместе с Виталием Милоновым на здании управления ФСБ уже по Ленинграду и Ленинградской области. Это тот флаг, который я хочу повесить на, условно говоря, центр избирком. Это тот флаг, который я хочу повесить на бюллетень. Это тот флаг, который я хочу повесить на человека голосующего. Да, То есть это жест, безусловно, жест. То есть я не хочу делать вид, что это не значит, что я не всерьез. Я всерьез. Но здесь очень важно понимать, что мы живем в условиях такой политики, в которой мы не можем играть по политическим правилам. Мы поэтому играем в эту политику по правилам акционизма. И для меня это, безусловно, жест акционистский. На этом флаге может быть все что угодно. Это может быть радужный флаг. Это может быть флаг, на котором написано имя Ивана Сафронова. Это может быть флаг, на котором написано имя Юрия Дмитриева. Это будет флаг, который я буду вести в рамках этих выборов, как флаг, который будет защищать права тех людей, которые абсолютно незаконным образом ограничены, которые унижены, которые не имеют права на слово. Я хочу это слово дать, я хочу это слово сказать. Ты был еще маленьким, и я не могла тебе рассказать, как учительницу, ученику. Поэтому расскажу тебе сейчас. Я очень дружила с Новодворской, с Валерией Леничной. Это был день, когда я исполнила 60 лет. Она меня позвала на свой юбилей. А накануне группа «Война» подняла на Литейном свой знаменитый «хуй» войне. И все были очень взбудоражены. И обняв Валерию Леничну, я говорю, «Валерия Ленична, вы же видели, вы же видели, какой замечательный, какой прекрасный, какой хороший хуй». Когда была женщина с неподражаемым чувством юра, она сказала, «Дедчик, вы забываете, что я девица. Я не знаю, какой хуй хороший». Она, конечно, была великая. Она была великая. Она была совершенно великая. Я очень переживаю, что я не успел с ней хорошо пообщаться, потому что там немножко, конечно, друг с другом по времени не состыковались. Она, кстати говоря, участвовала очень много в ЛГБТ-акциях. Она очень это все поддерживала. Сегодня, простите, не к кому обратиться. Все государственные структуры против нас по любому вопросу, начиная от муниципальных проблем и кончая проблемами внешней политики. И нигде нас не ждут с петицией по поводу заключения семейных союзов или однополых браков. Некуда нести эту петицию в этой стране пока. Даже среди молодых ЛГБТ-активистов, среди молодых геев, моих друзей, которым там 17-18 лет, то есть совсем какие-то поздние классы школы, первые курсы университета, она очень популярная фигура. Это многим кажется, может быть, во власти, что Новодворска не является лидером мнений. Она является, безусловно, лидером мнений. И вот как раз представители ЛГБТ-комьюнити ее безусловно уважают и пересматривают ее видео, пересматривают ее интервью, цитируют. Я вот с открытым ртом слушаю этих подростков, которым 17 лет, которые цитируют Новодворска наизусть. Представляешь? Для меня это так круто. Я так прям вот... У меня тепло такое по телу сразу растекается. У меня глаза на мокром месте. И если бы не тушь... Да, вообще, конечно, круто. Это очень важно, да. Вернемся к другим героям сегодняшнего дня. И это уже в кавычках совсем. Ты два года назад сообщил, что когда ты был маленьким, то есть, видимо, когда ты у меня учился, ты подходил в гостином дворе к Жириновскому, и Жириновский мацал тебя за жопу. И собирался повезти в сауну. И Жириновский пообещал... В баню. Да, в баню. Жириновский пообещал подать на тебя в суд. И был какой-то страшный скандал. Ты даже написал, мне это очень понравилось, что в ЛДПР, в общем, все такие, нормально. У них есть депутат Слуцкий. Но это уж такое гетеро, да, что всем гетеро-гетеро. И вот они его выставляют на амбразуру, что вот у нас есть еб*** депутат. Окей. Гетеро-б***. Чем кончилась в своей истории с Жириновским? Он же так дышал, так дышал, так хотел с тобой судиться. Ты знаешь, вот ничем эта история не кончилась. Мне его сын Игорь Лебедев угрожал морду набить, но не набил. Никакого суда не было. Я хочу очень важную вещь поговорить в этом разговоре с тобой. Важно понимать, я этот текст писал и говорил не для того, чтобы рассказать про свою историю. Потому что я был в возмущении, когда девчонки, которые переживали харассмент со стороны депутатов от партии ЛДПР, они об этом вслух высказывались, их не поддерживали парни. А просто очень важно понимать, что партия ЛДПР это очень как бы такая гей-партия. И очень много, в том числе там эскортников парней, работают помощником депутатов Госдумы. Это мальчики, которых снимают в саунах, а потом дают эти корочки. Это все, в общем-то, знают. Абсолютный секрет Павли Шинели. И в гей-тасовке все в курсе. Я читаю вот эти тексты и понимаю, что под этими текстами я вижу лайки вот этих парней, которые работали когда-то, например, этим помощником, у которых куча историй про то, когда они их домогались. И все, сука, молчат. Я написал просто, типа, пацаны, а ху ли вы, блядь, хуя в рот набрали и молчите? Вас ровно так же домогались, вас ровно так же снимали, вас ровно так же лапали за задницу, вас заставляли заниматься своим сексом, манипулируя властью над вами, мнимой властью. И вы молчите. Почему молчите? Потому что вы стесняетесь того, что это еще ЛГБ-тематика. Какая разница? Неважно, харассмент лишен сексуальной ориентации. Харассмент может быть как в рамках гетероотношений, так и в рамках гомоотношений. Об этом нужно в слух говорить. Слушай, а не может это быть воспринято, как если ЛДПР – это партия помощников депутатов, которые попали туда через постель, тогда это гейская партия. Вот давайте голосовать за ЛДПР. Это может быть так воспринято? Владимир Жирновский и его партия была единственной партией, которая в первом чтении голосовала против принятия поправок и не поправок, а закона о гей-пропаганде. Закона о гей-пропаганде. Потом, правда, ко второму чтению их заставили проголосовать за. Жирновский давал на эту тему интервью, но тем не менее. Партия ЛДПР могла бы стать первой ЛГБТ-партией. Партия ЛДПР могла бы стать первой сильной гей-политической силой, если бы на это была политическая воля, если бы в России была публичная политика, минимальная. Если бы в России в принципе любые политические инициативы были политическими инициативами и инициативами в рамках отсутствующего политического пространства как такового. А Россия не гомофобная сторона. Гомофобия навязывается. В эту секунду и Путин закончится. Прикинь, каждый десятый депутат скажет «Да, я гей!» Путин говорит «А, знаете что? Как хотите, я ушел». Да? Он же не сможет. Он же гомофобный. Я не думаю, что Путин гомофобный. Я думаю, что Путину вообще глубоко наплевать на это. Я думаю, что Путин начали лишен какой-то сексуальной составляющей жизни. Так как женщина Путина — это Россия, это как секс Путина — это секс Российской Федерации. Я думаю, что в принципе там сексуальные девиации, они немножко в другую сторону существуют. Я думаю, что вот эти сексуальные вопросы с Владимиром Владимировичем обсуждать очень тяжело, потому что, мне кажется, он не мыслит подобными категориями. Тем не менее, одна из последних... Как это сказать? Одно из последних произведений, товарищи Хаски. Хаски, как в тебя как студент входит Путин. Это же Путин не в Россию входит, а конкретно в парня, да? В лирического героя. Ну, мы вообще живем в каком-то, да, скорее, литературном произведении. Просто вопрос, кто наш, чтобы лирический герой? Не знаю, вот... Ну, я хочу быть лирическим героем для определенных людей. Ты стал не лирическим и стал антигероем. Ксения Собчак, если говорить о популярных телеведущих, да? Ксения Собчак написала «Не имейте дело с Ренатом Давленд Гильдеевым», потому что он три раза сорвал съемки, потреблял наркотики прямо во время рабочего дня, но занимал у всех денег, никому не отдал. Позор Ренату Давленд Гильдееву. И вообще... Я так понимаю, ты с ней был в момент как раз президентской кампании, да? Или... Я не был с ней в рамках президентской кампании. Мы с ней начали работать только начиная с ее YouTube-блога. Я тогда вернулся из Праги, и мы с ней проработали полгода. Мне сложно комментировать, потому что я не читал ее обвинения. До меня доносились какие-то, да, такие вот остатки этих волн ее довольно нервных. Я могу сказать несколько вещей. Во-первых, я был наемным сотрудником, который получил зарплату, поэтому все обвинения, которые касаются финансовых махинаций, мне довольно странно слышать, потому что как я могу себя украдить в свою зарплату. Ксюша Топчак, я считаю ее важным человеком в моей жизни. Она замечательный профессионал в чем-то. Она телевизионное животное. Она круто работает в кадре, она многого меня научила. Она очень болезненно воспринимает расставание. Я думаю, что это все некие такие отложенные слова про мой уход, потому что я все-таки ушел в декабре месяц. Странно мне, на самом деле, в октябре слышать какие-то вот эти вот вдогонку приветы. Если бы она хотела меня в чем-то обвинить, я думаю, у меня было время на это. Все-таки уже прошло достаточно много времени. Я желаю удачи. Я не считаю, что я в чем-то ее подвел. Для меня это был абсолютно понятный выбор. Я тогда пошел, мне нужны были деньги, зарабатывал эти деньги у нее. Но в какой-то момент не смог сочетать цель под названием зарабатывать деньги с какими-то простыми словами, типа совесть, честность. Поэтому ушел. Нет, ну это круто разосраться громко с Ксюшей Собчак. Это звездочка на фюзеляже. Но ведь мы знаем друг про друга какие-то вещи. И я знаю про тебя, что ты человек без кожи, что тебе очень часто очень больно, что ты очень сверхчувствительный и ранимый человек. И как бы ты не держался так, я часто знаю, что тебе безумно больно. В отличие от просто кожи. Сейчас безумно больно. Ты знаешь, что мне даже этот текст был безумно больно говорить, просто не имею права сказать другой текст. Иногда хочется показаться, я показываю слабым. Знаешь, ты видел меня слабым, ты знаешь, какой слабый. Ну, во-первых, я не считаю, что быть слабым это плохо. Я просто не хочу быть слабым в контексте противостояния с Ксюшей, потому что это будет использовано против меня, ею еще сильнее, мне будет еще больнее. Ну, ты понимаешь, что под этим постом будет куча, под нашим выпуском будет куча хейта? Ты же понимаешь, да? Да. И все равно это делаешь? Я знаю, какими словами меня будут вызывать. Но я к этому привык. Я привык, когда мне кричат в спину пидоры, и я на это не обижаюсь. Ну, пусть. А вдруг тебя выберут? И ты окажешься в думе с Зуриновским, со Слуцким, вот с этим вот совсем говном. Что я спрошу у Владимира Вольфовича Жириновского, встретившись с ним в Государственном доме? Зачем вы меня лапали за жопу? Нет, ну, если меня выберут, значит, мы будем заниматься какой-то политической деятельностью. Мы будем разрабатывать повестку. У меня сейчас будет программа разрабатываться. Я хочу сделать там какие-то 8, 9, 10, не знаю, 12 шагов. Давай, давай, про повестку, давай, пора. Давай про повестку, давай. Я думаю, да, я думаю, надо. Вообще, Южный избирательный округ Санкт-Петербурга округ тяжелый, округ непростой. Округ, где сочетаются такие заводские районы депрессивные с бывшими коммуналками, людьми, которые покупают водку за 10 рублей. То есть ты втягиваешься в политику. Тебе 34 года, поэтому у тебя, в принципе, есть все шансы когда-нибудь там остаться, туда попасть и там остаться. Ты готов это принять, что Ренат Давыдов-Глядеев депутат Государственной Думы Российской Федерации? Ты готов жить этой жизнью? Мне очень сложно сейчас на это ответить. Не знаю. Я себе этот вопрос не задавал, ты мне его задаешь. Ты знаешь, когда я получил десятки, правда, десятки сообщений в личку, словами, блин, классно, ты молодец, мы тебя поддержим. Или там, люди, которых я не знаю, нашли мои контакты и написали мне, я живу в Южном избирательном округе, если тебе что-то надо, пиши, будем собирать подписи, все сделаем, классно, мы давно хотим своего кандидата, что это не просто так, значит, это кому-то надо. Значит, с этими людьми, правда, нужно работать, и они, правда, хотят, чтобы их голос был услышан. И поэтому мне пишут. Это же круто. Кстати, звони, пиши там, если что надо, так подтянешь. Да, хорошо. Библейская штука, почему-то ее редко вспоминают, что когда Ной со своими животными в конце концов с ковчегом достиг горы Арарат и там причалил и выпустил птиц, и третьим прилетела, собственно, голубка с оливковой веткой, и в этот момент Господь явил миру, то есть, соответственно, Ною с компанией, знак того, что все, его гнев прошел, закончилось, люди должны жить в мире. И он дал единственный знак, который мог дать, который был понятен, понятен и очевиден, радуга. Все. Это мир и гармония. Радуга, это не является чем-то пропагандирующим, что бы то ни было. Радуга, это солнце после дождя. И вот сейчас эту радугу мы можем таким образом и политически в смысле тоже повернуть. Не относиться к этому как попытки что-то пропагандировать, относиться к этому исключительно как к чем-то светлому, теплому, доброму. Ну, товарищу Милонову насчет его садом от дьяволов можно напомнить, конечно, прекрасную историю про Лота и его дочерей, которые никак не относятся к ЛГБТ, но, по-моему, гораздо хлеще, чем то, что любой гей может сделать с человечеством. Отсылаем всех хейтеров, ЛГБТ-хейтеров к этой истории, к Библии вообще, ну и радуга-то хорошо. От светла, как минимум. Спасибо, Ринат. Удачи. Спасибо. Удачи.